Я вам сейчас опять-таки подставлю отрывок из сериала «Улицы разбитых фонарей», где Ларин приходит сюда, вот с той стороны. Это же машина, которая крутится педальками. И он в Рождество прям под елкой застрелился. 12-е, 13-е, 14-е квартиры – это бывшая одна квартира Ваганова. То есть, представляете? Мы увидим, что это Гарри Поттер. Просто один в один. На этой своей енотовой шубе, на жопе съехал к самому берегу. Уважаемые пассажиры, всю жизнь водили мы здесь экскурсии. Кстати, там тоже идет экскурсия какая-то, только там человек с матюгальником это все рассказывает. И никогда здесь никого не было. И сегодня мы попали на поезд в Брест и прямо встали в пробку на входе с вокзала. У нас здесь уже была, на самом деле, проходка. Можете загуглить, почему Питер – город странных людей. Но я подставлю тут пару кадров оттуда. И я уже рассказывал про этот вокзал. Почему мы здесь оказались? Потому что я хочу показать вам пару кадров, вот как сюда приезжает герой сериала «Улица разбитых фонарей». И его встречает персонаж здесь для того, чтобы сдать ему кварсиру. То есть было время, когда этот человек не мог пользоваться интернетом. И вы не поверите, что он везет в своих коробках. Он везет плитку. Керамическую плитку, которую потом будет предлагать всевозможным клиентам. А нас сегодня ждет проходка по Семенцам. И там у нас будут довольно интересные персонажи. Как известные, так и малоизвестные. Ну, из известных, безусловно, Федор Михайлович Жостоевский, поэт Александр Блок, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. А вот из малоизвестных – это революционер по фамилии Буренин, которому повезло, который умер своей смертью. Хотя некоторые, про которых он писал, до этого не дожили. И унесла их нелегкая вихрь 30-х годов. У меня в руках вот такая книжка, к которой я еще сегодня буду прибегать. «Непримиримость». Это книга про историю советской милиции. Но она такая идеологически выдержанная, безусловно. Но я вам покажу сегодня дом на Можайской улице, где был застрелен Леонид Компантелеев, Леонид Панетелкин. Здесь, соответственно, деяния его банды довольно подробно описаны. Но тут есть очень интересный пассаж, который рассказывает о том, как этот Леонид Компантелеев был замечен в трамвае. Трамвай ехал по Загорному проспекту, а Загорный проспект находится вот там. Ну и, соответственно, некий Васильев за ним погнался. Услышав выстрелы, он выбежал на набережную, выбежал начальник охраны Госбанка. То есть это действие происходило уже на набережной Фонтанки возле моста Ломоносова. И бросился на перерез бандит, однако тот двумя выстрелами убил его и скрылся в проходном дворе. Вот как важно знать систему проходных дворов не только революционерам, но и бандитам. Я каждый раз говорю, надеюсь, вам эта информация не потребуется. Вот здесь, вот на том самом месте, стояла церковь ведения во храм. Это церковь по проекту Константина Тона. Об этом я тоже рассказал в предыдущем выпуске, но раз уж речь зашла об этом, упомяну еще раз. На месте станции метро стояло здание управления. Я вам подставлю фотографию, как она выглядела. А вот на той стороне было огромное количество ларьков. Я вам сейчас опять-таки подставлю отрывок из сериала «Улицы разбитых фонарей», где ларин приходит сюда, вот с той стороны. И тут, в этом отрывке, очень хорошо показано, как количество ларьков там, так и то, что происходило здесь раньше, на этой прекрасной парковке. Здорово, Батя. Здорово, сынки. Скажи, пожалуйста, а как нам повидать такого носильщика Марина? Марина? А, это артишка. А, вот так. Он, наверное, на перроне, в брестский поезд трещает. Покажешь? А, здорово. Пошли. Пошли, пошли. Атранформа 1 отправляется прикородный поезд, застанший в поселок. А чего я вам ждал, себе придурок этот? Дотворил что-нибудь? Можем. Ну, везде-то. После очистки, конечно, дорожного транспорта, да? А, значит, тоже, а? Отписка. Чудесное, как вы понимаете, было время. Здесь, пока вот я водил свои экскурсионные маршруты, территория преобразилась, как всегда, в лучшую сторону. Мы потихонечку приближаемся к московским стандартам озеленения и всего остального. Ну, здесь у нас повешили мемориальную доску фон Герстнеру. Это тот человек, который, собственно, был инициатором строительства железных дорог. Он был не столько филантроп, сколько предприниматель, потому что мечтал на этом нажиться. А вот здесь сделали прекрасные стенды, рядом с замечательными скамейками. И на них мы можем видеть вот этот вот канал. Веденский канал. То есть вот здание, соответственно, вокзала. Это уже Царскосильский вокзал, куда это все пребывало. Вот посмотрите на берега. Вот эти берега, это очень важно будет в контексте рассказа уже следующего нашего. Это храм, который стоял прямо напротив станции метро. Вот здесь, кстати, торчит башня свежей части. Сейчас ее нет. Так вот он выглядел с другой стороны. Вот, на самом деле, изначальное здание вокзала. А это вот он уже пребывает в состоянии разрушенном. И вот, мне очень нравятся вот эти фотографии. То есть посмотрите, уже советские времена, но берега все еще не отделаны ничем. Почему это важно? Потому что я сегодня буду очень активно цитировать книгу о вспоминании Буренина, где он описывает деятельность боевого центра при ЦК большевиков. Значит, мы с вами со школьной скамьи знаем крылатую фразу Владимира Ильича Ленина, что мы пойдем другим путем. Имелось в виду, что мы не будем следовать методологии индивидуального терроризма. Мы не эсеры, мы вот такие, ну не то чтобы белые и пушистые, но это не наш путь. Тем не менее, боевой центр, который взглавлял Леонид Борисович Красин, и о котором Буренина активно пишет, занимался подготовкой вооруженного восстания. И вот, понимаете, историю пишут победители, я вам просто несколько кусков зачитаю, а что-то своими словами расскажу. С оболочками для бомб дело обстояло сравнительно благополучно. Я очень хорошо помню, как вначале мы присматривались ко всем предметам, которые могли бы служить для этой цели. Что это могло быть? Коробки от сардин, коробки от манпансия, от всяких консервов, отрезки газовых труб. Они собирали эти оболочки для того, чтобы делать из них бомбы. По проекту Никитича, Никитича это партийная кличка Леонида Борисовича Красина, на одном из литейных заводов была изготовлена большая партия новых чугунных цельных оболочек. Напоминаю, что вот здесь вот проходил канал непосредственно. Которые доставлялись до длиннейшей обработки в небольшую кустарную мастерскую по производству детских игрушек. В Коломягах эта мастерская располагалась. То есть представьте себе, там под покровом того, что они делают каких-то игрушечных солдатиков, паровозики и так далее, изготовляли бомбы. В оболочку врезали пробку, в которой делали отверстие для фитиля, соединенного с капсюлем гремучей ртути, или приделывали к оболочке особый ударный механизм. Дело было поставлено так, что никакого подозрения у полиции мастерская долго не вызывала. С какими подробностями он пишет сам технологический процесс, вот так вот объясняет, что, куда, зачем и почему. Дальше. Когда возникло подозрение, что за мастерской ведется наблюдение, ее временно ликвидировали. Л.Б. Красин, Леонид Борисович, сказал, что нужно создать новую мастерскую. Токарь Абуховского завода, Булыгин, старый партиец, состоявший еще в Петербургском союзе борьбы за освобождение рабочего класса. Это одна из первых партийных организаций социал-демократических. Открыл полуподвальное помещение на Петербургской стороне на Разночинной улице, мастерскую по починке самоваров и другой домашней утвари. Здесь был установлен токарный столок и наложено производство оболочек для бомбоударных механизмов. Как вам такое? Дальше. На Малой Окте в одном из переулков с позаселенным кустарями-ремесленниками, короче, они открыли там мастерскую по починке фотоаппаратов. И там точно так же изготовляли бомбы. То есть бомбы изготовлялись в промышленных масштабах. Был такой Александр Михайлович Игнатьев. Потом в Советском Союзе он сделал карьеру изобретателя, у которого было свое имение на финской границе. И в этом имении они делали, я даже не могу это запомнить, взрывчатое вещество мелинид. Получавшийся при этом желтый осадок проникал всюду буквально во все поры. То есть у них были даже желтки глаз. Несмотря на все усилия, нам никак не удавалось сюда идем полностью пресечь кустарничество в таком опасном деле, а не, не сюда, дальше. В таком опасном деле, как производство бомб. Красин вообще распорядился создать секретную лабораторию в морском министерстве. То есть представляете, да? И там химики Альфа и Омега, одного из них была фамилия Сикорский, они работали, собственно, над изготовлением этих бомб. Это улица Рузовская, мы здесь еще окажемся. И представьте себе, значит, в один прекрасный, точнее, не очень прекрасный в кавычках день. Буренин. А Буренин вообще, и мы с вами это увидим, он был сыном очень богатых родителей. Он из купеческой семьи происходил. Дед его был меховщик. Более того, он получил прекрасное образование. Он учился в консерватории. Он выступал с концертами. Играл, соответственно, аккомпанировал, как он пишет в своих воспоминаниях, всевозможным известным певцам. И при этом параллельно занимался курированием, изготовлением бомб, переправкой нелегальной литературы, переправкой оружия. И вуаля, мы вышли вот здесь, оказались. Но сейчас мы вернемся обратно. Разве можно верить пустым словам балерины? До сих пор вспоминаю название этих улиц именно так. То есть мы были на Рузовской, сейчас мы оказались на Разве можно, на Можайской. И здесь, если мы посмотрим в ту сторону, тут как раз очень хорошо видно, вот этот Браунмауэр и вот эта рустованная стена. Такая старая ностальгическая фотография. Стоит телефонная будка. И видна сама эта улица. Но мы вернемся в ту сторону. Значит, как он пишет, в корзиночке, у него еще такие, знаете, в корзиночке привезли три новых бомбы. И они подозрительно тикали. Смотрите, какой здесь котик. Полосатик. Подозрительно тикали, видать, норовя взорваться. Соответственно, Буренин взял эти бомбы, рискуя всем, привез ее в лабораторию морского ведомства. Там его химик местный разгругал, сказал, что вы что, во-первых, меня подставляете, давайте вот нам вот выйдем. Ну и их надо, грубо говоря, утилизировать. То есть они вот-вот взорвутся. А у Буренина в тот вечер был концерт, где он должен был как раз аккомпанировать. То есть он весь во фраке, вот эта вот клеенка, сколько я себя помню, здесь она висит. Да, сколько я себя помню. А помню я себя вот буквально с прошлого дня. Мне в свое время в городе Иваново один мой поклонник подарил мне семейные трусы. Вот с таким ивановским огурцом. Я был уверен, что это ивановский огурец. Это и был такой местный тренд. Потом я увидел, соответственно, интервью с Рахимом Стерлингом. Сейчас он выступает за Челси. И у него футболка с этим огурцом. Оказывается, это какой-то древний индийский вообще рисунок. Никакой он там ни разу не ивановский. Вот смотрите, какой чудесный, как я их называю, закуток счастья. Этот закуток счастья как раз изнанка квартир доходного дома, где Буренин жил. А здесь у нас снег кружится, летает. Эх, была бы зажигалка, мы бы это подожгли. Но мы не курим. Да. Я тут гулялся с одной знакомой, она говорит, давай пуху сжечь. Ей привет. Буренин вызвал себе, соответственно, трех коллег по революционному цеху и сказал, чтобы они пришли, забрали эти бомбы. Сидит их, ждет. Двое пришли, один не пришел. А ему надо ехать на концерт. Дело было вот в этом доме, потому что, смотрите, здесь с 1890 по 1962 год жил активный участник революционного движения, писатель Николай Евгеньевич Буренин. Коленька Буренин только родился, он уже был в шоколаде. Это был его личный дом. Но этот дом принадлежал его матери, потом он, соответственно, принадлежал ему. Но вот представляете, да, насколько был силен пассионарный порыв, это раз. Во-вторых, насколько была безграмотная политика царской власти, что она даже вот таких людей обращала против себя. К тому же Буренину повезло. Он, собственно, видите, здесь жил и умер в своем же собственном доме. Но понятно, что весь он ему не принадлежал. Так вот, двое не пришли. В смысле, двое пришли, один не пришел. Цигель-цигеля-люлю. Что делать? Он берет эту бомбу, аккуратно несет ее вот туда, на берег обводного канала. Какие были берега, мы только что с вами видели. Не только у Веденского, но и обводного канала. И вот он во фраке, в енотовой шубе, начинает спускаться к воде. Естественно, упал. На этой своей енотовой шубе, на жопе съехал к самому берегу. Здесь мы с вами приостановимся, потому что я вам хочу показать вот эту дверь. Она сохранилась, только сейчас она намертво забита. А когда-то это была нормальная входная дверь, куда могло любое существо. Представляете, какой у меня прекрасный высокоинтеллектуальный успех. Знаете, да, кстати, вот это на самом деле, вот там красный, это начинается казарма егерского полка, и там мы будем финишировать, когда мы пойдем по Семенцам с обратной стороны, с Сафунзенской улицы, с Сафунзенской станции метро. А это еще Семеновский полк. Вот эта граница, дальше уже за московским нынешним проспектом начинались роты измайловские по измайловскому полку. Съехал, кое-как эту бомбу там под бревно подсунул. Когда забрался, осмотрел себя под фонарем, понял, что, ну, извините, не Камильфо. Зашел к знакомым, себя привел в порядок, но все равно опоздал на концерт чрезвычайно. Вот здесь у нас имеется очень интересный элемент, который есть в доме Бака, но поскольку в доме Бака там очень серьезные теперь живут жильцы, и туда просто так не войдешь. Но именно Арчи мне там рассказал про эти штуки. Это, оказывается, ледники бывшие. Видите, вот эти скворечники. Вот это второй дом, где подобные элементы вижу. Может быть, они есть еще где-то, можете мне подсказать. Также, например, как они конспиративно скрывали свои намерения. Один из членов нашей группы, тот самый изобретатель Игнатьев, обнаружил в себе дома записку. Енот, что лает у ворот. А нет, извините, был тот, кто лает у ворот. Был тот, кто лает у ворот. Игнатьев вспомнил, что есть поговорка «Енот, что лает у ворот», но среди его знакомых людей с фамилией Енотов не было. А вот «Бобров» был. И поскольку, соответственно, были енотовые и бобровые воротники, он понял, что это был «Бобров». Это, помните, анекдот про девушка, значит, ты моя, как там, ты моя рыбонька. Так, рыбонька, значит, зубами, зубами, значит, собака, собака, значит, сука. Да, товарищ, он меня, сука, и обозвал. К воспоминаниям Буренина еще вернемся, потому что там есть еще пару интересных моментов. А мы с вами подошли вот к... Ну, то есть мы были вот с той стороны. Мы с вами подошли вот сюда, к дому номер 8 по Можайской улице. И мы сейчас пристанем. Он ничем абсолютно не выделяется среди всех остальных домов. Ну, такой тривиальный доходный дом. Но достаю опять эту книжечку и находим место, где описано... Да, вот здесь. Утром 13 февраля 1923 года выпал снег. Метель раздушевалась не на шутку. На улицах выросли сугробы. Пряча лицо, высокий воротник, но все же с гитарой в одной руке, в корзинок и закуске в другой, Пантелеев шел следом за Лисенковым. Лисенков – это его подельник, который ввел его в конспиративную квартиру. У Пантелкина, у него по всему городу были разброшены свои, ну, как говорится, малины. И там постоянно менялся пароль, и об этом знал только узко ограниченный круг людей, почему, собственно, его было сложно вычислить. Грела мечта о покое, о возможности хоть как-то какое-то время прожить без страха. Лисенков, как радушный хозяин, открыл дверь квартиры своим ключом и пропустил главаря вперед. Перекошенное от страха лицо Мицкевич, это хозяйка малины, барышня, которая его там ждала, без слов объяснила Пантелееву, что здесь его дожидаются непрошенные гости. Выхватив револьвер, бандит стал отступать к двери. Но из комнаты уже выбежали работники уголовного розыска Кондратьев, Тарасов, Тимашевский, молодой чекист, комсомолец Иван Брусько. Руки вверх, пуля бандита просвистела мимо виска, выстрелы Кондратьева и Брусько раздались почти одновременно. Главарь банды стал медленно спускаться на пол. Лисенков был так напуган, что сам поднял руки. Пантелеев был мертв. И мало кто верил, что пришел наконец ему конец. И происходило это, как мы видим, вот и дом номер 8 по Можайской улице. Вот здесь, на Можайке, закончились прекрасные дни нашего Зайки. А мы с вами идем вот этим путем. Здесь нас ждет ремонт и прочее-прочее. Соответственно, эту книжечку мы убираем, нам она больше не потребуется. А мы возвращаемся к воспоминаниям господина Буринина. Ну что, пролезем там? Видите, все-таки немножко приводят в порядок. Дворы из трешака, они потихонечку... Это, кстати, сейчас стало гораздо активнее. Это самое гениальное, я считаю, рекламное вывеское. Гитары здесь. Ну что ж, мы поверим, что там действительно гитары, а не гипсокартон. Вот какой вопрос я задаю своим экскурсантам. Жизнь выдвигала новые задачи. Вставала, в частности, задача подготовки инструкторов для боевых дружин. Они должны были обучать рабочих тактике уличного боя, баррикадной борьбы, правильному большевистскому пониманию задач, вооруженного восстания и подготовки для него военно-технических средств. И я всегда... Так, ну здесь сейчас мы крутанемся, пойдем туда. И я всегда экскурсантов спрашиваю. Переведите мне это на русский язык, да? Что это означает? Это означает формирование террористических команд. Более того, инструкторов, которые будут этими террористическими командами руководить во время того, как возникнет вооруженное восстание. И, собственно, первый раз оно возникло в 1905 году, когда Россия вела войну с Японией. Но, когда мы читаем вот в этой книге это все, нам кажется, ну, типа, it's okay. Да, вот здесь очень есть интересный кадр. Вот сюда, смотрите, вот Ирейская 9, вот эти дома. И вот примерно с этой точки, надо подальше отойти, вот примерно с этой точки, если сделать, здесь, соответственно, стоял когда-то пивной ларек, и вот стоят люди с пивом. Сейчас уже понятие пивной ларек практически отошло в прошлое. Ну, особенно с наличием такого количества пивных пабов, баров, где вам нальют всего чего угодно, от вишневого пива до вишневого пива. О чем в то время даже нельзя было помыслить. Наша группа помогала организовать боевую учебу дружинников. Видите, слово дружинник, оно как-то, ну, такое, сразу, ну, такое, позитивное. Дружинник, да. Боевая дружина. По сути-то, что это такое, да? Это подрывная деятельность, это убийство правоохранительных, ну, работников полиции, жандармерии, армии, когда она пытается подавлять восстание. Это, соответственно, всевозможные диверсии и так далее. Но при этом нужно было разъяснять вред индивидуально. Спасибо вам за канал. А, спасибо, да, спасибо. 300 рублей. Да, 300 рублей, очередной наш мэм 300 рублей. Смотрите, какие дельфинчики. Дельфинчики прыгают. Наши подпольные мастерские не могли удовлетворить все возрастающий спрос вновь организуемых боевых рабочих дружин наружие. Партия, по указанию Ленина, принимала меры для закупки оружия за границей. И, в общем, тут он... Кисек. Привет. И, в общем, тут он описывает, как он поехал в Болгарию к некому Тюкчеву или Тюк-Тюфтичеву. Сейчас мы прервемся. Посмотрите вот на те окна, видите, вот с такой мелкой растекловкой. И сейчас я вам поставлю две совершенно убийственные фотографии, ну, для нашей, с нашей точки зрения, потому что показано, как здесь раньше было прекрасно в советские времена, без иронии говорю. То есть стоит бильярдный столик. Это такой крупный план. Дальше более широкая панорама этого двора. И мы опознаем это как раз по окнам. А если мы переведем взгляд туда, то здесь такая горка, и с нее скатываются явно в подпитии находящиеся мужички, но им весело. То есть огромное количество коммуналок, все открыто, все друг друга знают, собираются здесь. Шашки, шахматы, домино, бильярд даже. И у меня был тут эпизод. Ко мне на экскурсию пришел местный житель в глубоком подпитии. И такой, это тебе Семенцов сказал. И подарил, чтобы вы думали, пакет риса. Мне много чего дарили. Я не совсем понял вообще, что за прикол. Я думал, это может быть какой-то особенный рис, может быть, хрен знает, как Можайский-Верейский. Нет, ну просто пакет с рисом. И когда потом я разбирал у себя запасы всяких круп, я его нашел и смотрю. Потому что я рис дома не ем. Я его активно потребляю во всяких боулах и прочее, но дома я его практически не варю. Но это было крайне неожиданно и интересно. Да, так вот, Красин, он наставил на том, что надо... Ну, Леонид Борисович вообще мечтал создать бомбу величины с грецкий орех. И он, соответственно, распорядился усовершенствовать так называемые македонки. Балканы – это пороховая бочка Европы. И они вот эти македонки активно оттуда перевозили. И здесь их действительно вот в этих мастерских, потом даже на заводе модернизировали. И один раз прямо в парижском отеле, Буренин вспоминает, как он с этим браво-болгариным, тюфикчивым, по-моему, они встретились для того, чтобы тот показал ему прекрасную особенность Бигфордова шнура. И он прямо, соответственно, его там же в отеле запалил к ужасу Буренина. Прибежал испуганный слуга, но, значит, этот болгарский террорист сказал, что до этого мы просто фейерверк неудачно запустили, здесь пробовали. А сам говорит Буренину, ну что вы, видать, струхнули. То есть, видите, вот эта вот южная кровь, она иногда вот такие дешевые понты даже в этом отношении делает. Также Буренин пишет про то, как доставляли, допустим, этот Бигфордов шнур. Его надо было, естественно, в промышленных масштабах возить. Вот здесь, смотрите, какой зеленый двор. Я иногда думаю, если бы я хотел иметь квартиру окнами во двор, то вот в такой двор я бы вполне согласился ее иметь. Обвязывали себя вот прямо целиком, и нужно было сидеть прямо всю дорогу, не прикасаться к стене, чтобы ничего не сдетонировало. И один раз к ним приехал доставщик этого Бигфордов шнура, весь уже просто синий, еле-еле там дышащий, его размотали, и он тут же упал в обморок. Но при этом выдержал, представляете, всю эту дорогу, пока ехал. О, смотрите, разбирать балконы, которые нафиг уже на ладан дышим. А мы лучше с вами на Подольскую улицу. Будем говорить и про этот дом, но, наверное, очень быстро, потому что, конечно, с таким саундтреком это вряд ли возможно. Да, пока мы расскажем про другую, значит, историю. У меня был опыт, ну, еще давно, несколько лет назад, когда я активно, так сказать, ну, и рекламировал, и говорил, что у меня есть еще индивидуальная экскурсия, сейчас я стараюсь этого избегать. ко мне приехали люди из Австралии или из Новой Зеландии, я не помню, но они были русскоговорящие, русскоязычные, и их дочь училась, соответственно, там в местном каком-то музыкальном колледже или в чем-то. Ну, и я говорю, мне кажется, я знаю, куда вас надо привезти. Они говорят, да, мы тоже, наверное, знаем, куда у нас привезете. Короче, это был дом, где родился Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Его отец работал в пробирной палате, организованной Дмитрием Ивановичем Менделеевым. У нас сегодня все такие, вот, знаете, заузлованные истории, потому что дочь Дмитрия Ивановича Менделеева, Любовь Менделеева, была женой Блока, а потом она имела даже отношение к Агрепине Вагановой, с которой мы с вами будем заканчивать этот маршрут. Вот этот вот дом, ну, во-первых, здесь нужно отметить архитектора Буберя, который перестроил его после другого замечательного архитектора Виктора Шреттера. Но мы сейчас на архитектуре не будем сосредотачиваться, значит, мы никогда отсюда не злинемся. Написано, что он жил. И здесь рядом же есть, где-то, по-моему, было отдельное. А, ну вот, да. Шостакович родился в этом доме 12 сентября 1906 года. И прекрасный знак. Заметьте, до сих пор дом детского творчества «Измайловский». Если мы посмотрим на... Ну, давайте, ладно, рассмотрим этот дом хоть чуть-чуть. Если мы посмотрим на фотографию Шостаковича, ну, примерно до 25 лет, то мы увидим, что это Гарри Поттер. Просто один в один. И... У него же судьба была такая, по синусоидной. Он получил, я не помню, сколько там, больше 10 сталинских премий, он их перестал получать. Вот, видите, такой образчик рационального модерна. Он перестал их получать только в тот момент, когда Сталин умер. Да, и здесь прервусь, потому что вот этот дом, и вот особенно вот та вот парадная, она мелькает в отрывке из одной из серий улицы разбитых фонарей. Сюда приезжает мадам, и здесь Казанова ее пасет, и они потом выбегают, бегут туда. Но мы сейчас с этим столкнемся. Фу, здрасте. А вы к нам? Да, а вы куда-то собрались? У меня маме было плохо очень ночью с сердцем, ее увезли в больницу. А что за больница, далеко? Ну, в больнице на авангардность, и сейчас на метро ехать. Алена, у меня к вам просьба, вы бы не могли по дороге в метро ответить мне на пару вопросов. Это же много времени не займет у вас. Пожалуйста. Так, значит так. Так, а вы, кстати, не заметили, какой сегодня хороший день? Так, о чем это идет? Первый вопрос. То есть он начал свою активную деятельность в самый сложный момент истории нашей страны после революции. Одно время даже, кстати, играл топером в кинотеатре на Невском проспекте. Но гений его был призван довольно быстро, и все у него шло хорошо, все хорошо, до оперы «Леди Макбет» Мценского уезда, которая, ну, вышла такая известная статья «Сумбур вместо музыки». Это было, кстати, одним из начал гонений на вот этих вот формалистов и прочее. То есть это было первое, такой, вниз скат. Должна была ехать делегация в Америку, и ему лично позвонил Сталин, что, ну, мы хотим, чтобы мы поехали. И вот Шостакович набрался, представляете, смелости и наглости сказать, а как я поеду, если моя музыка запрещена? То есть мы все разрешили. А второй раз он уже огреб после Великой Отечественной войны, тоже, соответственно, там уже начиналась борьба с космополитизмом, вот это вот все, с безрослыми космополитами. Но опять воспрял. И он был абсолютно, ну, вот, свой человек, то есть он, например, мог идти по улице, там, знаете, было такое понятие, третьим будешь, то есть стоят мужики, купили бутылку водки, им надо по 150, пока не началось, да, выпить, ну, и они ищут третьего. И Шостакович иногда присоединялся. И была такая история, они выпили, ну, а он такой интеллигентный человек, он говорит, а ты, типа, кем работаешь-то? Он говорит, ну, я композитор. Один там забыл, да, говорит, ну, не хочешь, не говори. То есть, поэтому... Он был фанат Зенита, очень активно следил за перипетиями футбольными. Он был депутатом Верховного Совета, и к нему, как Деду Морозу, всевозможные люди писали письма с просьбой, там, помочь в каком-то жилищном вопросе и так далее. Он это все подшивал, есть даже книжка, вот, где все эти письма приведенные. Ну, и мы в основном знаем его по седьмой симфонии, ну, я имею в массовом сознании, но ему же принадлежит, например, нас утро встречает прохладой, да, кудрява, что ж ты не рада, веселому пению гудка. Гудок — это заводской гудок, который ведет тебя, зовет тебя, вообще-то, на работу. Но сам Шостакович говорил, что музыка для кино только в случае голодной смерти. Он не любил этого, считал это как бы третийразрядной историей. И сын его вспоминал, что он плакал всего два раза. Первый раз, когда умерла его жена, а второй раз, когда его заставили вступить в коммунистическую партию. То есть настолько он этого не хотел. Вот такие были странные у него отношения с властью. Но, конечно, если сравнивать с какими-то другими его коллегами по творческому цеху, то Шостаковичу повезло гораздо больше. И вот в музыкальной среде, безусловно, среде профессионалов, это вот наш самый настоящий отечественный бренд, как Достоевский, допустим, в литературе, ну и как Чайковский, допустим, в музыке, только дореволюционной, ну или как Эйзенштейн там в кинематографе. А мы смотрим с вами вот на этот дом, 9.11. И я достаю из широких штанин уже другую книжку, к которой я постоянно прибегаю в процессе своих экскурсий. Вот так она выглядит. И здесь мы с вами читаем следующее, что в мае 1880 года на Подольской улице в доме на Бродинце была встроена конспиративная квартира, которая не имела узкоспециального назначения. Для деловых встреч в нее приходили многие. В этой же квартире находилась небольшая временная типография. Видимо, сюда переехала предыдущая. Это саперного переулка. Об этом я расскажу отдельно, где она располагалась. Дом номер 11 сохранился, но теперь он носит название 9.11. Так же, как в саперном переулке владельца дома номер 11 перебрела соседний участок номер 9 и узвела на нем перестройку к своему дому. Расширенное здание получило сдвоенный номер. Квартира сменила номер. Была 21, стала 38. Она расположена в верхнем этаже дворового флигеля и обращена окнами в сторону загородного проспекта. На пространстве между загородным проспектом и этим флигелем высоких зданий не было. И знак безопасности в окне квартиры виден был с проспекта. То есть, прикиньте, вот эта вся территория, она была низкоэтажная. И окно во флигеле, сейчас мы его будем искать с вами, пойдемте, просматривалось очень хорошо аж самого загородного. загородного. А ты что, закрой? Добрый вечер. Добрый вечер. А было же открыто. А было же открыто. Ну вот, не будем мы с вами рассматривать. Но на самом деле туда можно попасть с другой стороны. Сейчас, может быть, мы пошли сейчас в другой двор тогда. Ну, в общем, поверьте, поверь в мечту, поверь в мечту, что там возможно, не все потеряно. Но, по-моему, это другой двор. Это соседний двор, но хрен с ним. Ну, представим, что, допустим... А, нет, не представим, это Брандмауэрная стена. Да, вот там вот. Короче, квартира располагалась вот в этом флигеле, только окнами туда. И там ничего не было. Все все поняли, да? Все все поняли? Прекрасно, как я люблю вас. Здесь они пытались наладить производство. И вот представьте, как они работали. Хозяйкой кто было? По-моему, Ивановская. Да, хозяевами были Кибальчич и Ивановская, Прасковья Ивановская. Они жили под конспиративной фамилией Агатыскуловых. Вот эта Прасковья Ивановская, тогда еще молодая достаточно девушка, она потом, отторобанив несколько раз в нескольких местах, не столь удаленных, она присоединилась к партии эсеров и вместе, соответственно, с Савенковым, Егором Сазоровым, Дорой Бриллиант на Можайской улице, они снимали конспиративную квартиру, она уже старушкой была, кухаркой, и уже они готовили покушение на Вячеслава Константиновича Плери. То есть, представляете, а тогда начинала вот в том доме. И пришла к нам такая достаточно молодая девчонка. Здесь тоже закрыто. Ну и хрен с ним. Достаточно молодая девчонка, которая, значит, в 19-е лет ей была, да, пыталась заниматься набором, у них не получались оттиски. То есть, набор получался, оттиски не получались. Пришел Александр Михайлов по кличке Дворник, попробовал тоже что-то сделать, не получилось. И тогда он привел рабочего Ивана Окладского, который наладил станок, и они заработали. А куда мы идем и зачем мы идем? А куда мы идем и зачем мы идем? Что, гид? Гид Павел Перец. Мы же на Серпуховской, да? А, ну здесь понятно, что мы будем говорить. А мы были на улице Верийской, да, и я немножечко или на Можайской. Сейчас, 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 сейчас. На Верейской, да. Разве можно верить пустым словам? Мы пропустили один интересный адрес. Ну что, вернемся? Мы вернемся, что делать? Все вернется после долгих ночей. Эх, заговорился я с вами, ребята. Что бывает, конечно, с Павликом? Ну, мы можем это сделать как-то хитрее, на самом деле, да? Ладно. Вам придется мне поверить на слово. В общем, короче, вот этот вот окладский их потом очень сильно сдал через полгода. И вот эта молодая девчонка по фамилии Дмитриева, да? Секундочку. Терентьева. Терентьева его фамилия. Терентьева, ребята. Терентьева. Спокойно. Да, она имела право отлучаться из квартиры только один раз в неделю и ходить вот туда в роты, где жила непосредственно Софья Львовна Перовская. Представляете, да? То есть она 24 на 7, замкнутая вот в этом своем узком миру. Дышит пылью свинцовой. Ну и, в общем, ждет ее отнюдь не розово-пряничный мир. Мы посмотрим с вами вот на этот дом. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется пробраться обратно на Верейскую улицу. Посмотрите, какой он красивый, какой он прекрасный. Точно такая же история связана с домом в Москве в Большом Харитольевском переулке. Там дом для инженеров был построен, а это дом для архитекторов. Хотя они тоже назывались гражданскими инженерами. Тут вот такие циркули видны. Это к масонам не имеет никакого отношения. Обратите внимание, что большие окна на первых двух этажах, а дальше окна поменьше. То есть, представьте себе, вы выпускники высшего учебного заведения. Университетов в то время было не так много. И особенно специалисты технических профессий ценились очень высоко. И у вас некое, ну, такое, сообщество, землячество и прочее. Сначала вас мало, потом вы с каждым выпуском вас начинает становиться все больше, больше, больше и больше. И вы решаете, о чем бы нам не построить свой собственный дом. Скидываетесь и строите. Первый, второй этаж, это, как правило, залы для каких-то концертов, лекций и так далее. Дальше там, значит, конторы, иногда рестораны и прочее. А верхние, это мобилированные комнаты, которые вы сдаете и получаете, соответственно, доход на содержание этого дома. Ну и деньги от этого идут, собственно, в помощь логопеду, который избавит Павла Перца слово «собственное». Фонд вот этого общества. И теперь другая книжка. Блок в Петербурге, Петрограде. Открываем. В конце 1902 года Блок выздоровел. Ну, у него была такая серьезная болезнь. Влюбленные решили для встреч найти комнату. Выбор свой они остановили на доме номер 10 по Серпуховской улице, где сдавались мобилированные комнаты. Значит, мобилированные комнаты вообще в народе. Ну, давайте, ладно, пойдем уж по ходу пьесы. Покажу еще один дом и насчет Верейской просто подсниму. Их называли мобилирашки, потому что обычно квартиры вообще-то сдавали без мебели. Об этом мы очень хорошо знаем, например, из воспоминаний Анны Григорьевны Сниткиной. Это вторая жена Федора Михайловича Достоевского, потому что у меня же это не единственная книжка, которая есть у меня с собой. У меня их чуть больше, чем дофига. У меня есть еще вот такая. high school of economics оттуда выходит high educated и сразу становится businessman and business woman. Так, Достоевский в Петербурге. Открываем ее здесь. Из мебелированных комнат писатель с семьей переехал в дом Архангельский вблизи технологического института на Серпуховской улице, дом номер 15. Ныне участок между современными домами номер 13 и номер 17. Это, соответственно, вот здесь получается, вот этот огромный новый дом. Здесь стоял дом, куда въехал Достоевский, но чем он интересен, да? Квартира на Серпуховской состояла из четырех комнат и была обставлена мебелью, взятой в кредит. Взятый в кредит – это все, что мы можем сказать про жизнь несчастного Федора Михайловича. Именно здесь, в этом доме, был написан знаменитый портрет Перова. Он сюда приходил. Прежде чем начать работу, Перов ежедневно в течение недели бывал у писателя, наблюдал Федора Михайловича, беседовал с ним, вызывал на споры. Ну и тут, соответственно, описание внешности Достоевского. Этот портрет миллион раз носился во дворе, на стену напротив адреса в Кузнечном переулке, где писатель умер. Его закрашивали. Здесь несколько фотографий, я там водила показывал. Пока окончательно не закрасили. При том, что тот портрет, он уже был прогнан через нейросеть, и там можно было даже увидеть какие-то жилки у Федора Михайловича. Обратите внимание, что четыре комнаты для него это было крайне на самом деле мало, потому что он уже был с женой, и это было не принято. Но вот эта вот мебель в кредит. А мебелирашки вот там, в том доме, который мы с вами показывали, они очень часто для чего служили? Ну, в общем, ну, как сейчас вы можете, там, знаете, есть отели, которые сдают номера по часаму. Или как это? Ну, то есть на час, на два, на три. То есть вы встретились с девушкой и вдруг почувствовали, что вы устали. Вам надо немножко отдохнуть. Ну, и вот вы, соответственно, встречаетесь для того, чтобы отдохнуть. Поэтому, конечно же, и в эти мебелирашки очень часто ходили люди для этих целей. и Блока очень сильно расстраивало то, что весь обслуживающий персонал подмигивал, да, со знанием дела. То есть они думали, что просто это очередной там студент со своей барышней встречается, чтобы... А Блок же, он же, это моя прекрасная дама, забегая вперед, мы же знаем, что они даже не спали друг с другом в итоге. И Блок писал, что... О, Боже! Для швейцара, лакея управляющего, словом, для всех, кто и служил в мебелирашках, Блоку, Любовь Менделеева были студентом и барышней. И все они тоже подмигивают, писал Блок. Щит любви от серпуховских людей не защищал. Блок опасался, что Любови Дмитриевне может быть нанесено оскорбление от серпуховцев. Он боялся даже, по его выражению, заглазной критики недостойных. Ну, и к тому же, полиция потребовала паспорта в прописку, и они решили оттуда съехать. Потрясающей красоты дом в нерусском стиле. И здесь есть фотография, на самом деле, вот в ту сторону мода как раз вот конца 80-х, начала 90-х. Джинсы, бананы называются. Стоит прекрасный человек. Здесь мы можем увидеть, ну, помимо вот этого замечательного глазурованного кирпича и вот этих майоликовых вставок. Кстати, мы были внутри, там, в парадной, и, честно говоря, она меня разочаровала. Я ожидал, я ожидал, ну, такой богатый фасад, я ожидал нечто большего, да. В общем, фасад гораздо интереснее, чем внутренности подъездов, но сам дом олицетворяет как раз попытку найти вот этот национальный русский стиль и его недавно, вот видите, отреставрировали. А следующий дом, он типичный пример как раз эклектики 19 века. Наш любимый и хороший бог Гермес, он же Меркурий крылатый, для того, чтобы денежки к вам текли рекой. Да. Соответственно, блок отсюда съехал. А почему они сняли, он снял здесь комнату? Потому что пробиранная палата буквально здесь в двух шагах, да, и было удобно ходить. Они же сняли для свиданий, именно просто для свиданий платонических. Они встречались, нрали друг друга за ручки, сидели, там вздыхали и прочее, прочее, прочее. А до этого блок, он долгое время, значит, за ней ходил и очень сильно боялся сделать предложение, потому что у него было опасение, что она ему откажет. И он решил, что если она ему откажет, то он застрелится. И объяснение произошло в здании бывшего благородного собрания, это то, где сейчас располагается у нас большой зал филармонии. Ну, Любовь Дмитриевна ответила, да, я буду ваша, и вот, блин, как не повезло Суслику и как не повезло ей тоже, потому что ей хотелось нормальных семейных отношений, они были абсолютно ненормальные, анормальные, потому что секса на них не было. При том, что параллельно, но я бы рассказывал об этом, когда мы гуляли от квартиры, где жил блок, по Английскому проспекту, параллельно, при этом у него были романы с другими прекрасными, а мы же, по-моему, здесь должны были пройти насквозь, нет, и показать один из флигелей, а я уже забыл про это. нет, это не тот двор, это не тот двор, я красавый, конечно, я красавый, я красавый, как птичка, нет, это не тот двор, но я думаю, вам-то все равно, потому что вы не знаете, что я вам хотел показать, но здесь зато, посмотрите, вот эти вот, вот типичные петербургские пейзажи вот с этими стенами. Мы там не выйдем. А? Мы там не выйдем. Не, мы там не выйдем. Мы выйдем там. Смотрите, какой сторож. Кисия, ты сторожишь, да? Или ты птичек ловишь? Нет. Ну и, собственно, последним фигурантом нашего сегодняшнего рассказа, ой, смотрите, какая прелесть. Это же машина, которая крутится педальками. Прекрасно. Специально снятое сидение, чтобы не угнали. Хотя, конечно, нашим людям знаете, особо и без сидений не проблема это сделать. Агриппина Ваганова. Так уж вот по иронии сложилось, что, смотрите, разве можно верить пустым словам балерины? И я очень долго думал, почему? Почему такая народная, вот, такая народная... Это не поговорка, но просто вот чтобы вот эти топонимы выучить. Возможно, потому что точно так же, как всю жизнь вот в том доме прожил Буренин, так и здесь, но правда не всю жизнь. Она потом переехала, ну, в советское время эта улица называлась улица Дзержинского. Здесь жила Агриппина Ваганова. Она была вообще-то дочерью бывшего военного. Он был ваганян, армянин, ну, как и все там Лазарев-Лазарян, Вазяновый, Азовский и так далее. То есть он русифицировал свою фамилию. И он работал капельмейстером в Буренинском театре. Кто такой капельмейстер? Капельмейстер это тот, кто встречает особо почетных гостей. Капельмейстер тот, кто выдает бинокли. И, ну, допустим, у него было три дочери, и в год он получал 180 рублей, плюс еще ему там 20-30 рублей, так называемые ливрейные и сверху давали. А на биноклях можно было у дочери капельмейстера сделать 200 рублей за сезон. Там был случай, когда капельмейстер Мариинского театра выдавал свою дочь за капельмейстера Александринского театра и давал ему полмера это 12 ведер биноклей. Потому что это, ну, была такая ходячая валюта для них. И у них была еще одна тема привилегировочная. Значит, они передаем улицу они имели, ну, приоритет, когда их дети поступали в императорское балетное училище. То есть, если они подходили по параметрам, то их принимали. А у Вагановой, у маленькой девочки, у нее, ну, конституция, комплекция не совсем подходила для, соответственно, этого всего. Вот, видите, мемориальная доска. с 1924 по 1937. Агриппина Яковлевна Ваганова. Значит, она жила на третьем этаже. 12-е, 13-е, 14-е квартиры это бывшая одна квартира Ваганова. То есть, представляете, как раньше люди жили, да? Давайте мы все-таки сейчас вот этим двориком вернемся, и тогда закончим на Рузовской, наверное, улице. я хотел выйти на техноложку, но потом. Техноложку мы закончим в другом формате, подставкой отрывков определенных, из определенного сериала, но уже озвученного. В общем, она поступила, и ее поразило то, что не было никакой отработанной методологии преподавания. То есть, всех учили только тупо повторять за ними. Я не верю себе. Что? Павел, это вы. Нет, это мираж. Я понимаю, но очень достойный. Да? Очень достойный мираж. Я поклонник вашего таланта. Причем вы все поете. Да, спасибо. Сталина это что? Любые любые репортажи, что-то. Да, ну все, давайте, спасибо. Сударыня, я могу вас попросить один снимок, и я вам приплю, и не буду вам больше мешать никогда. Это здорово. Это только в Питере можно. Вам повезло, сегодня первый ракет в сезоне. Как раз. Дело, не вороте. Вот. Дело, дело, не вороте. Правильно, абсолютно правильно. Так, сударыня, давайте вы что-нибудь там придумайте, как-нибудь разверните, я не знаю, как это делается. Но нам все-таки пришлось прерваться, как вы поняли, да, чтобы удовлетворить вот это все. В общем, не было методологии никакой. Там один раз танцовщик озеров, он прям такой вплыл, стал говорить, повторяйте за мной, а юная ваганна говорит, извините, а вы не могли бы разобрать с нами эти движения? И тут остолбенел, говорит, деточка, вообще-то вам надо повторять за мной, не задавать лишних вопросов. И уже тогда, на самом деле, у нее возникла идея, что это надо реформировать и какую-то вообще-то методологию ввести. Вот смотрите, как красиво. Это же прекрасно, что-то специально, чтобы туда не сикали и прочие разные дела не делали. Она была веселая, ну, южная, женщина южных кровей, и у нее было много поклонников, хотя Мариус Петипа ее не принял изначально, он говорил, опять это Ваганова, мне, там, у него когда-то был, не знаю, мне 87 лет, и все, что я имею, это подарок, это Ваганова на сцене с ее угловатыми этими движениями и прочим-прочим. Но она была настоящий трудоголик, то есть она своими просто усилиями, да, работой над собой, она добилась того, что она могла прыгнуть без разбега и повиснуть, буквально, зависнуть в воздухе, у нее был такой точеный носок, и это, конечно, вызывало массу восторгов, хотя очень часто ей предпочитали, ну, Павлову, или, например, Фокин ее любил, но для дягилевских сезонов все равно выбрал миллионер Шуидор Рубинштейн, помните этот ее портрет знаменитый, где она такая вся немножечко угловатая, вызвавшая свое время тоже чуть ли не скандал, самый настоящий. Ну вот, смотрите, видите, пример на третьем этаже 12, 13, 14, а здесь, нет, это плохой пример, здесь просто нумерация, нумерация, нумерация нарушена, нет, я думал, что просто сохранилась одна квартира, все-таки сохранилась, но здесь такого не получается. И она вышла замуж за, в итоге, просто за инженера, обыкновенного инженера, ну, не бедного, да, но у него была жена, он был официально женат, ему не дали развода, и ей пришлось, соответственно, долгое время жить с официально женатым человеком, ну, развестись при царской власти вообще было очень сложно, это вам надо было там в святейшем синоде кучу всяких справок найти. Посмотрите, мы сюда вышли, и я просто подставлю пару кадров, вот как вообще эта территория выглядела раньше, поскольку именно здесь бегает от Казанова за этой мадам, и потом он садится вот где-то здесь и дальше ее преследует. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А мы пойдем по этому прекрасному тротуарчику и напомним вам вид на дом Буберя. Такой, это уже считается протоконструктивизм или то, что принято называть рациональный модерн. И у них была достаточно счастливая, представляете, семейная жизнь. Она даже в какой-то момент ушла со сцены, и когда ее ребенок, сын ее немножко подрос и посмотрел на ее фотографии, спросил, мама, а почему ты больше не танцуешь? Ну и мама что-то задумалась и вернулась на сцену. Так вот, в том доме, который я показывал на Бронинской улице, случилась страшная история. В 17-м году ее муж потерял все, деньги и значит, все остальное, и он в Рождество прям под елкой застрелился. Прикиньте, какая это была трагедия как для супруги, так, собственно, и для ребенка. Баганова не уехала из России, и вот как раз, ну, вот отчасти ей повезло, потому что другие уехали, и освободились места, и она вот пошла преподавать, и она сразу же поняла, что надо вот все эти наработки преподавательские внедрять в жизнь. Сначала ученицы ее не очень любили, потому что она была достаточно требовательная, но затем, когда начали уже результаты быть видны, про нее даже стали поговаривать, что ей везет, ей просто везет, потому что ей попадаются талантливые ученицы. На самом деле, ну, ученицы, безусловно, были талантливые, но достаточно большой вклад в это дело сделала она сама, потому что вот эта ее история с методологией нашла отражение в монументальном труде в виде книги, которую она выпустила про школу танца, и литературно обрабатывать эту книгу ей как раз помогала любовь Дмитриевна Менделеева, которая на тот момент уже была, ну уж, извините, такая немножко в теле старушенция, и девочки молодые очень удивлялись, кто это, значит, дама, которая приходит в гости к нашей замечательной преподавательнице. Более того, ее же вызывали в Москву, хотели, соответственно, предлагали ей большой театр, но она и от этого в итоге отказалась, сосредоточилась на преподавании, вырастила несколько звезд, там и Семенова, и Дудинская, Семенова вообще была ее любимая балерина, она ее сразу угадала в детском возрасте, и в итоге бывшая императорская балетная училище получила название Вагановой, которую носят до сих пор, это наша русская балетная школа, а мы вернулись с вами на Верейскую, потому что я забыл сказать одну вещь, зачитаю отрывочек из воспоминаний некой Зинаида Гиппиус, единственное, чем ДС был не совсем доволен в нашей первой квартире, это ее местоположение, ДС это Дмитрий Сергеевич Мережковский, это был очень не дурной, не старый дом на Верейской улице номер 12, мы идем с вами по Верейской улице, в третьем по русски этаже, очень важно, по русски, потому что, как вы знаете, в Европе первый этаж это не вот этот, а вот тот, в пятый ДС особенно не желал меня поселять, почему, потому что я уже миллион раз рассказывал, раньше цена образования у квартиры была обратно пропорциональна нынешнему, а чем выше, тем дешевле, подниматься пешком было не принято, эта Верейская улица, почти переулок, была действительно далеко от центра и от Знаменской, Знаменская это Большевастание, она выходила на Звенигородский проспект, который мы только что свернули, налево, если ехать от Невского, и ехать надо было на тогдашних извозчиках весьма долго, то есть представляете, сейчас я на велике отсюда до Невского долечу за сколько, ну я не знаю, если прям, а, не за 10, быстрее, ну если прям очень усиленно крутить педали, просто я помню, что я когда пазлал, я с Литейного до вокзала доехал, по-моему, минуты за 3-4, ну если, да, если прям втопить, ну если на свистовая, ну хрен себе, пусть будет 10, да, а тогда на извозчиках довольно долго, а извозчики, они в принципе едут со средней, ну с такой, со скоростью такого небыстрого велосипедиста, квартирка была очень мила, ведь так приятно всегда вдруг очутиться среди всего нового, чистого и блестящего, очень узенькая моя спальня, из которой выход только в мой кабинет, побольше, или салон, то есть она совмещала функции кабинета и салона, что в принципе было не, не принято, потом на другую сторону столовая, по коридору комната ДС и все, ванны не было, но она была устроена на кухне за занавеской, то есть я хочу обратить внимание, что вот эта история с ванной на кухне, это не только и не столько советская тема, сколько, как мы уже видим, она еще и до революции уже начинала практиковаться, потому что дома строились без ванн, но в какой-то момент их начинали некропорировать, вот в этом доме была первая квартира Гиппиус и Мережковского, и получается, что... ля-ля-ля-ля-ля... о, не дурно... в каком они же этаже-то были, господи, я уж там забыл... что у меня с памятью... в третьем по-русски этаже... да-да-да-да... какие смелые люди... иди сюда... иди сюда... вот, на третьем этаже... иди сюда... я вот этих... вот они такие в интернетах, понимаете... вот он из его... он сейчас тебя протерил? ну да, он мне фах показал и побежал, но вон, видите, какой очень быстро удаляется персонаж... вот это как бы поведенческий паттерн людей, да, он такой... не-не-не-не-не-не... а когда ты ему говоришь иди сюда, он очень-очень-очень быстро начинает ускорять шаги, ну, что поделать... я же на самом действительно очень такой выдержанный, прекрасный человек, но если камеру выключить, и я с удовольствием, вот сейчас бы я с ним с удовольствием пообщался, потому что я сейчас без эксклюзионной группы, потому что когда эксклюзионная группа со мной, тебе очень хочется, но ты не можешь, да, А вот сейчас как раз тот самый момент. Но товарищ убежал. Ну что ж, пожелаем ему долгих лет жизни, удачи и счастья. А мы вот, третий этаж. То есть, посмотрите, они живут вдвоем, и всего-то у них, да, всего-то комнаток. То есть для нас сейчас, вот ты вдвоем живешь в двушке, ты уже как бы хорошо. А они живут вот в четырехкомнатной по нашему квартире, и это для них очень-очень мало. Квартирка была очень милая. Да, ведь так приятно всегда вдруг очутиться среди всего нового, чистого и блестящего. Мне понравились целни, стекла в широких окнах. У меня были ковры, турецкий диван. Помню лампу на письменном столе, керосиновую, конечно же, да, то есть мы знаем, что керосиновая лампа. И лампу в виде совы с желтыми глазами. Это опять-таки модерн, совы везде, совы на фасадах, совы, значит, в интерьерах. Ну, а потом они уже скакали-скакали и поселились в доме Мрузии на углу. Литейного и Пантелеон-Моновской ныне Пестеля. А потом они переехали к Таврическому саду на Чайковского. Ну, вот как-то так. Считаю, что мы, собственно, выполнили, да, выполнили программу по упоминанию слова «собственно». Я даже бы сказал «перевыполнили». Я хочу напомнить вам о следующем. Значит, экскурсии у нас идут. Вообще, моя жизнь, она делится всегда на два этапа. Одни люди мне пишут, что когда ты подстрижешься на волосы, а другие говорят «Боже, как вам хорошо с длинными волосами». А теперь, когда уже, наконец, ракезы, а другие, господи, ну вот можешь выглядеть как нормальный человек. Вот примерно как вот этот персонаж, который пробежался. Я так понимаю, у него есть определенные стандарты в одежде. Но, как говорил певец вокально-инструментального ансамбля «Кордн» из североамериканских Соединенных Штатов Америки, как их раньше называли, вот здесь мы, кажется, можем править насквозь. Вы смеетесь надо мной, потому что я ни на кого не похож, а я смеюсь над вами, потому что вы все одинаковые. Это не мои слова, и я на самом деле ни над кем не смеюсь. Посмотрите, какой прекрасный, чудесный дворик. Зелененький, облагороженный, со шкварешничком. Это же ляпота. Да, поэтому те, кто ждал, когда я буду с ракезами – вуаля! Те, кто, соответственно, не ждал. Ну, извините, отдохните. Тем, кто ложится спать спокойного сна, естественно. А кто ест? Да, а кто ест – приятного аппетита. Едят очень многие, когда смотрят ютубщик. Экскурсии у нас идут по пятницам вечером, и теперь иногда еще на выходных они тоже идут по субботам и воскресеньям. И в зависимости от погоды они бывают либо днем, либо как на следующих выходных я их назначил на вечер, потому что, конечно, по такой жаре гулять абсолютно невозможно. Видите, мы опять оказались здесь, но уже совсем другим путем. Другим, как нам завещал Владимир Ильич Ленин. И напоминаю про книжки мои, значит, вот, например, про Пантелкина, вы можете прочитать в моем путеводителе, потому что в доме голландской церкви он бывал, его там чуть не приняли однажды, а это непосредственно на Невском проспекте происходило, и об этом вы можете узнать, прочитав этот мой путеводитель. Также есть... Ага, тут люди просто ссут. Да, вот этот двор я хотел показать. Не, не надо снимать. Мы не будем снимать ссущих людей. Вот этот я хотел, господи, показать. Старый, сохранившийся, видите, еще танюшиный сарай переделанный под какую-то будку. И еще, что я здесь хотел показать, в этом дворе непосредственно, это вот эти вентиляционные, сохранившиеся деревянные вставки на черной лестнице. Вот видите? Достаточно уникальная история. Ну, здесь у нас традиционно тополиный пух, а там я вижу чью-то кухню коммунальную. Также напоминаю, что у меня есть мой авторский короткий видеокурс, как стать гидом. Если вам это интересно, я размещу сначала описание статьи на мой сайт, в моем блоге, и там уже вы решите, надо оно вам или нет. Вот это мне еще, конечно, нравится. Тоже такое редкое сочетание безоконных бронмауеров. И вот там, если приглядеться, видна связь, стяжка. С группой мы обычно ходим вот этим маршрутом, через вот этот угол. Ну, и если вдруг я этот выпуск выложу еще до концерта, сказать, что не вариант, приходите 30 июня в Петербурге, 1 июля в Москве. О, видите, мы здесь оказались уже другим путем. А помните, что это за дом? Ну-ка, вот интересно, насколько внимательно смотрите. Да, на этом месте стоял дом, где был написан портрет Федора Михайловича Достоевского. Вся информация, которая вас интересует, располагается вот там, в виде ссылок, в описании под этим выпуском. На этом все. Спасибо за внимание. Комментарии. Увидимся. Пока. Как вечный знак Вечный знак Забыт